Неплохо. В каком штате едите? В чем общаетесь? На прополитику. Еду. Про политику. Попробуем про политику. Ты в каком штате едешь? Сейчас еду из Пенсильвании. Понятно. Из Кост. Еще раз. Из Кост. Из Кост. А ты английский не знаешь, да? Из Кост. Я что-то не понимаю, что это. Из Кост. Восточное побережье. Понятно. Гост. Побережье. То есть ты на восточном побережье находишься? Это не побережье. Это, наверное, Центральная Америка. Ты в Нью-Джерси сказал? Нью-Джерси какая? Пенсильвания. Ну, Пенсильвания. Мы в седем в одной стороне. Да, вы на восточном побережье. Называется Из Кост. Если бы ты был в Калифорнии, то ты был бы на Вест Кост, на западном побережье. Ты недавно, наверное, в США, да? Нет, давно уже. Лет 10, наверное. А что вы там на восточном побережье? Английский никто не знает. Ну, Пенсильвания, это не восточное побережье. Это восточное побережье. Потом зайдешь в Google, почитаешь. Еще раз. Что-то прервается. Связь плохая. Ну, потому что у тебя интернет плохой. У тебя что, IT&T или Verizon? Что у тебя? Димобайл. Димобайл еще хуже, да? Что-то связь такая плохая. Или еле тянет интернет? Ну, меня вроде нормально показывает. Ну, бывает, на Хайвее едешь. Зависает, да? Ну, понятно. Ну, чтоб ты знал на будущее. Там все, что с той стороны, с Атлантической, это Искост. Все, что со стороны Калифорнии, это Вест-Кост. И Техас посередине, это будут центральные штаты. Централь-Америка. Мы будем знать на всякий случай. Ну, да. А чем ты занимаешься в штатах? Ну, в основном автомобильным бизнесом. А куда перепродаете или ремонтируете? Торгуем. Перепродаете, да? И как сейчас автомобильный бизнес продвигается? Продвигается, не стоим на месте. Тоже все модернизируется. Все подстраивается под онлайн рынок. Ну, я не это имела в виду. Я имела в виду, как продажи сейчас веду. Потому что подняли же ставки процентные, правильно? И насколько я понимаю, что поскольку ставки подняли процентные, то не все могут получить теперь кредит или платить приходится больше. Или вы зонал продаете? Зонал, естественно. Ну, а кредитные ставки поднялись и поднялись. Большинство людей без машины выжить не может. Поэтому, как бы, да, поднялись. В два раза поднялись. Если раньше там минимум 3,5%, то сейчас 7,5% и это ты должен быть святым человеком. Хороший спорт должен быть. Ну, а так, как бы, люди покупают. Здесь без машины не выживешь. Особенно в Центральной Америке. Где-то вот штат Агайо, там, Пенсильвания здесь. Практически ничего не сделано для людей, чтобы ходить пешком. Ну, да. Все только на машине. Поэтому автомобиль это никак на, там, постсоветском пространстве, как бы, не русский. Здесь это средство передвижения. Ну, есть, понятно, как бы. Но большей части люди покупают, чтобы выжить, чтобы работать, чтобы можно было зарабатывать как-то двигаться. Ну, люди просто, если так хорошие, машины подороже, могут купить теперь машину похуже, подешевле, как вариант. Разные продаются машины. Машины разные. У нас на дилерской, там, от 5 тысяч долларов, там, да, до 60-70 тысяч. Я видела, что некоторые деларшипы стоят заполненные, паркинг-лоты заполненные машинами, не проданные. Еще прошлогодние модели не могут продать. Потому что еще очень много репозейшн. То есть люди, которые не могут продать автомобили, они потом, ну, банк забирает эти машины, либо деларшип забирает. То есть приезжает, ну, брус-тракает, да, и утаскивает машину. То есть репозейшн. Репа. Вот этот звук. Да, так. Люди не платят кредит, если не платят. Да, то есть поэтому больше, как бы, спрос, получается, машин. Ну, я бы не сказал, что сейчас много машин на рынке. Наоборот, как бы, раньше было, ну, раза в два больше, и больше хороших было машин. Цены были ниже процентов на 30, а то и 50 в некоторых моментах. Сейчас, ну, мало очень хороших машин. Я не знаю, где вся хорошая машина. В нынешнее время очень мало хороших машин. Ну да, цены очень сильно выросли. Еще и ставки поднялись. И как человек должен покупать хорошую машину вообще? Ну, как бы, опять же, что такое хорошая машина? Понятие растяжимое. Кто-то Toyota Camry купит там год 15-го. Это уже, как бы, достижение. Машина возит хорошо, не ломается, надежно, как бы. Кто-то за последние деньги возьмет кредит там и купит себе за 100 штук машину. Но, как бы, будет ездить, пока у него есть возможность платить. Потом что-нибудь меняется. Вот, как бы, было время, когда вот сейчас транк-драйверы хорошо зарабатывали. Как бы, пару лет вот подряд там хорошие деньги. И, как бы, все нам попокупали дома там. Думаю, ну, ведь... Ну, в кредит, в кредит смысле, да? Мы покупали, в смысле, в кредит дома. За моргич, да? В ипотеку. Здесь все в кредит. Здесь никто не покупает за кэш. Даже если есть кэш, никто не будет покупать за кэш, потому что нет смысла в этом. Зачем, если я хочу сумму даунпеймента и буду юзать там это уже сегодня, и не надо платить всех денег. Надо будет выкупить, а я это выкуплю. Ну, зачем? Это не у нас там, когда люди... Что случилось с такими водителями, тракерами, которые понакупали дома? Два года назад были хорошие зарплаты, а сейчас что с ними случилось? Ну, просто, ну, как ничего не случилось, все вернулось на свои места. Как бы раньше водитель зарабатывал до коронавируса, там, к примеру, там, ну, 8, ну, 10 тысяч и 10 тысяч, это было предел, грубо говоря. Ну, бывало такое, но в среднем там 7-8 тысяч, это считалось хорошей зарплатой. Я как лет 10 назад приехал, раньше там, допустим, о зарплате даже тысяч долларов говорить там, ну, как бы было нечего, потому что ты когда сюда приезжаешь, там, ну, все там тебе там 5 тысяч долларов, нужно к этому там хотя бы стремиться. Ну, как бы ты тут не работал и не забивал, там, свои часы, там, 3 с половиной, ну, 4 тысячи ты умираешь, там, если это стройка, если это там какие-то там уборки, какие-то там отели. И, как бы, раньше водители, да, если ты 8 тысяч зарабатываешь, ты можешь себе позволить достаточно много, ну, хороший дом около, там, ну, пускай 350-400 тысяч ты можешь купить дом в пределах этого, хорошая машина в пределах 100 тысяч долларов, там, допустим, новая. То есть на эти деньги можно было жить, как бы, будет хватать тебе платить за дом, там, тысячу-полторы долларов, за машину, там, тысячу долларов, там, полторы, если это две. И, как бы, на остальные деньги жить, там, что-то откладывать, что-то получалось, как бы. Потом просто начали уже они там совсем вот после коронавируса, когда, как бы, спрос на водителей именно там как-то вырос. Непонятно, почему именно транспортные услуги там стали настолько высоко оплачиваться, все там бросились покупать траки, как-то... Ну, хорошо зарабатывали, поэтому, там, если там человек зарабатывал 10 тысяч, 8, то он стал зарабатывать 20 тысяч, то есть, ну, это было смешно, водитель зарабатывает там 20 тысяч долларов, ну, это просто, ну, как бы, не... И все думали, все, теперь так будет всегда, и, как бы, естественно, и начали покупать там от машины и недвижимость, которая подходит к такой зарплате, то есть, если у тебя там 200 тысяч долларов в год зарплата, как бы, это достаточно большие деньги, чтобы себе, ну, жить, на, ну, хорошо жить, то есть, ну, минимум, там, полмиллиона долларов, там, дом, можно и за миллион купить с таким доходом, можно и за полтора, то есть, ну, это уже хорошие деньги, то есть, даже, там, 10 тысяч долларов, это уже в Америке хорошие, большие деньги, на которые можно жить, ну, в семье, допустим, чтобы... Как бы, как здесь обычно у трак-драйверов, там, жена с детьми, отец, дороги в траке, как бы, ну, опять же, люди, кто давно в траковом бизнесе, они знают, что все вернулось просто на круги своя. Водитель как зарабатывал 8 тысяч, те люди, которые думали, что они так будут по двадцатке, там, зарабатывать в месяц, а то и там и по 25, ну, они просто на это порассчитывали, набрали, вот, кредитов, домов, но это сейчас все закончится, вот, пару лет, соответственно, как бы, за дома кто-то платить уже не может, кто-то сдает их назад, кто-то переезжает меньше, там, на дилерскую приезжают трак-драйверы, сдает, там, Лексус последней модели, садится, вот, на Тойоту за, там, 15-го года, 15-17 тысяч долларов, то есть, уже, то есть, но, на самом деле, все вернулось на круги свои, ничего такого. То есть, уже есть у тебя знакомые, которые дома уже поздавали банку, да, то есть, форклужер у них уже был? Ну, у меня таких знакомых нет, как бы, у меня знакомые, в основном, такие трак-драйверы, которые в пределах разумного, там, ну, то есть, они, там, не плачут, ну, в пределах разумного у них все хорошо. Так, вот, видел, там, на дилерскую человек приезжает, сдает машину, почему, потому что не может платить, страк-драйвер, почему, потому что нет уже такой зарплаты, надо урезать, не может, скажем. Ну, вот, ты живешь 10 лет уже, как ты считаешь, с твоей точки зрения, жить стало лучше, хуже, как? Я бы, ну, относительно себя могу сказать. Да, относительно, как ты, по-твоему? Ну, меня особо. Ну, относительно себя, у меня особо ничего не изменилось, как бы, в одной такой паре, ну, как, ну, обыкновенный стандартный образ жизни, то есть, работа, там, дом, отдохнул, работаешь, как бы, ну, все в пределах разумного, ничего такого, там, сверхъестественного, как среднестатистическое, здесь есть недвижимость, кредит, есть... Когда магазин ходишь, ты больше сейчас тратить стал на все, что в магазине покупается, или столько же? Да, я думаю, примерно столько же, ну, может, чуть больше, ну, во-первых, как бы, тратить стал больше, потому что, ну, как бы, там, немного больше зарабатываю, относительно того, как я приехал 10 лет назад. Ну, соответственно, тем больше ты зарабатываешь, тем больше ты получаешь, вернее, тем больше ты тратишь, ну, можешь больше себе позволить. Понятно, если, там, раньше приехал, то где-то там получалось, там, в среднем, там, как одному человеку, ну, там, 250, там, долларов в неделю, но это... Ну, вот это просто адекватное, там, питание, немного алкоголя, там, в основном, но это питание, там, ну, вне дома, дома нет смысла здесь готовить, там, идти в магазин, как бы, покупать продукты, там, самому это время, и, как бы, нет смысла. Ну, то есть, в сумме получается то же самое, что ты сходишь сюда-то, там, не в хороший, конечно, понятно, ресторан, ну, обыкновенный, среднестатистический, там, трекер-бэрл, то есть, это, там, не ультра, там, ресторан, такой, как бы, там, для завтрака, для обеда, там, для ужина, ну, 30 долларов, если ты потратишь, там, это будет, как бы, ты хорошо покушаешь, там, выпить можно даже алкоголя, там, пару маргарит каких-нибудь. Ну, то есть, в сути своей, я бы не сказал, что больше тратить стал, только потому, что больше стал зарабатывать, и больше. А на цены ты не смотришь, когда покупаешь, что яйца были вчера 2 доллара упаковка, а сегодня 7 долларов упаковка, например. Что у Маргарита, это в баре, была 4 доллара раньше за напиток, а теперь 7 долларов за напиток. Ну, это, блин, смотреть, нет, наверное, я бы не сказал, что особо цены, ну, да, они подросли, не знаю, насчет яиц, ну, как бы, спроси сейчас у меня, там, сколько стоят помидоры, там, бананы, огурцы и яйца. Понятно, ну, а в ресторане, если сейчас уже, вон, этот, в Макдональдсе, в Калифорнии, этот, как он, Биг Мак теперь 17 долларов стоит, там, люди ходят в Калифорнии, снимают видео в шоке, говорят, раньше то, что было 5-6 долларов, оно уже 17 долларов стоит, этот Биг Мак, кто будет в этом, в Макдональдсе покупать за такие цены, этот, Биг Маки эти? В Лос-Анджелесе было так всегда, я, 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 вообще, в любом таком месте, типа, Майами, Лос-Анджелес, как бы, там все всегда, бензин стоил дорого, ну, если я, допустим, помню, там всегда все в 2 раза дороже, в 2 раза. Ну, они все, кто живет в Калифорнии, ходят, снимают видео в слезах, они говорят, они не стоили 17 долларов бургеры раньше, а теперь они стоят 17 долларов. Они говорят, как мы собираемся это покупать? Там ничего не было, просто, ну, как бы, в тех штатах, может быть, да, ну, просто, как бы, я прожил такой уже, ну, как бы, 10 лет, это штат такой, вот, штат Украиного, там особо такое, в одном режиме не особо ничего не меняется, ну, свои законы, свои правила, свои какие-то движения, и когда ты обычно, там, приезжаешь, там, куда-то в Калифорнию, или, там, в Вориду, там, отдыхать куда-то, то есть, ну, понятно, сравниваешь цены, там, с местом, где ты живешь, и, там, допустим, там, здесь можно, там, сходить, там, с двоем женой, там, на 250, там, долларов, и ты хорошо, там, покушаешь, хорошо выпьешь даже, даже, я могу сказать, даже за 150, можно, долларов, в хороший, там, итальянский ресторан, сходить, выпить бутылочку вина, съесть какого-нибудь, там, осьминога, там, какие-нибудь морепродукты, это будет, там, в пределах, там, 200 долларов, там, с чаевыми, там, например, а где-нибудь, там, в Калифорнии, или в Майами, ну, я думаю, ты можешь выйти трезвый и голодный, там, за эти деньги, это же особо, это не... Да-да-да, так и есть. Ну, и вообще, в Америке, даже, даже не в таких местах отдыха, даже, вот, в Флориду, если взять, там, есть города, где достаточно комфортные цены, вот, мы на Новый год летали, там, в Орландо, снимали, там, красивый, такой, дом, замок, на берегу озера большого, там, в стрейт-парке, и, как бы, ну, достаточно все было, ну, я бы сказал, дешево, и дом, там, на Новый год, долларов, там, Таныч, долларов 700, по-моему, но это, ну, это дешево, обычно, такой дом, здесь, даже, там, в Огайо, где-нибудь, это будет, там, 1200, 1500, там, а то и 1700 на Новый год. Особенно на Новый год, естественно, там, цены меня удивили, то есть дешевле, там, заехали, там, в аэропорта, там, в магазин, и, как бы, удивили цены, даже шампанское, такое, типа, там, вдова клипо, или, там, айот, разница даже с Огайо была, там, 20 долларов бутылка, это, я извиняюсь, 20 долларов, это хорошая разница, такой, на единице, наоборот. Слушай, дешевле было, да? Дешевле было? Да, да, наоборот, дешевле, но если куда-то отъехать, чуть влево, вправо, на час, там, буквально, куда-нибудь, Clearwater Beach, или, там, Атлантическое побережье, залив туда, да, там, цены уже поменяют, там уже будет бензин, просто, ну, просто бешеные цены, я не знаю, а я вот как-то поехал был в Майами, в Майами, если бензин был, там, к примеру, 4 доллара, там, за галлон, там, самого дешевого, то есть, там, Кибискейн, остров, просто мост переезжаешь, и там уже 8 долларов за галлон, плюс, там, другие аналоги, как бы, недвижимость, ну, здесь есть нюансы, очень много, в каждом штате свои правила, свои законы, и вот, то же самое, когда люди, допустим, в Америке, они думают, что, вот, Нью-Йорк, или, там, такие большие города, как моя, Чикаго, их это избавляет от расходов, типа, якобы, покупать машину, потому что ты, там, можешь двигаться на автомобиле, но, на самом деле, это просто дикий образ жизни, вот, я, там, приезжаю в Чикаго, к примеру, просто заезжаешь, ты знаешь, что тебе нужно, у меня только 100 долларов потратишь на парковку, просто на парковку, и, как бы, если ты живешь в Чикаго, и ты двигаешься на машине, то тебе нужно в день только, только, вот, там, ну, хорошо, минимум, я не знаю, где-то, если ты на крайне Чикаго, там, ну, 50 долларов, там, в день тебе только на парковку, я не говорю покушать, что это бензин, это только тупо парковка, то есть, соответственно, там, если тебе 24 нужно выехать в месяц на работу, это уже, там, больше, там, тысячи долларов у тебя, только безусловных расходов на парковку, плюс, там, жилье, к примеру, в больших городах, и люди попадают в такую, вот, ну, я бы назвал, такую иллюзию, как бы, да, ты живешь в большом, красивом, якобы, городе, но, на самом деле, ты, там, умираешь просто за вот этот образ жизни, как бы, на работе, на, там, не самый лучший, как всегда, просто, чтобы жить, там, вот, когда кризис, кстати, наступил, вот, в траковом бизнесе, все тракисты приехали из Чикаго, из Нью-Йорка, из Лас-Вегаса, там, из Майям, там, из, из, там, Фориды, все попереехали, вот, Теннесси, Норс-Каролайна, там, Агарь, там, типа, вот, в такие места, потому что здесь дешево жить, как бы, дешевое жилье. Ну, да, бензин подешевле, аэропродукты подешевле в магазинах, да? Ну, подешевле, но зарплаты, примерно, там, одинаковый. Например, на зарплаты одинаковые, но здесь все подешевле. А жить дешевле? Ну, слушай, а ты вот едешь, вот так долго, это ты должен с работы домой так долго ехать, или ты просто по делам куда-то едешь? Я ездил, вот, на аукцион в Пенсильванию, там, выбирал машины, смотрел, завтра, вот, будет аукцион, да, он будет покупать эти машины. А аукционы, да, репозез, да, то есть, которые забирают банку за неуплату, да? Нет, не обязательно, а на аукционы обычно, да, отправляют, есть, вот, крупные дилера, как, к примеру, официально, шевроле, там, джип, бмв, ауди, ну, без разницы, дилер, которые продают новые машины. И в основном, когда вот у дилера приезжает машина, кто-то приехал, купил новую, а свою трейд-ин, там, на которой ездил, отдал дилеру, ну, зачет, как бы, если бы у нас так сказали. Здесь трейд-ин называется, трейд-ин. Ну, а обмен на другую, да, то есть, одну свою сдаешь, а другую берешь. Да, там, которые занимаются большими, да, и банки выгоняют тоже, и страховые компании, но в основном, это крупные дилера, которые просто продают свои трейд-ин машины, которые занимаются. Ну, сейчас тоже, потому что дилера поумнее стали, официально, если они видят, что хорошая машина, зачем ему выгонять ее на аукцион, он ее продаст у себя на дилерский, сейчас просто вот официальные дилеры, у них стоят новые машины, и они отводят такой платик для того, чтобы стояли там юз-карсы, ну, уже сами хотят. Да, был машин, ага, понятно. Стояли там забитые машины, то есть, места негде, то есть, сейчас они полупустые, то есть, машин новых практически нет, чтобы купить новую машину, ее иногда нужно ждать год, а то полтора, а то и два, если смотря, какая... Ну, это было вот после ковида, я слышала, тогда это было такое, что машину нужно было ждать, а сейчас уже, люди показывают паркинг-лоты, что они полные стоят, они говорят, с того года они могут продать машины, дилеры. Блогеры ходят на местах, снимают, они говорят, смотрите, если раньше надо было стоять в очереди год, чтобы купить, а теперь, говорят, заполнены лоты, да еще и места не хватает, они уже сзади начали ставить, за билдингом, не помещаются. Это чтобы новую машину купить, чтобы тебе год не ждать, ты переплачиваешь 10 тысяч долларов. Ну, это было, было, во время ковида было. Ну, это ты имеешь в виду на аукционных машинах, которые на аукционе ты брал? Ну, да, да. Я имею в виду новый деларшип, который, ну, от производителя, который просто вот деларшип получает от производителя? Ну, нулевка вообще. Бренд-ню, так, как говорится. Ну, я не знаю, но нет, дилера половина пустые. Машины новые есть, но я же говорю, что они, несмотря какая машина, ну, допустим, американец, какой-то там, есть машины, которые можно купить сразу. Машина есть, там, Lexus, то есть последних моделей машины, там, Mercedes, Lexus, там, BMW, ты можешь их купить, они будут с пробегом. То есть это будет машина новая, она никому еще не продавалась. Она, к примеру, будет, там, 24-го года, но она будет как с пробегом. То есть это как для шоурума машина, то есть хочешь купить такую новую машину, она будет ниже в цене, но если ты хочешь прям, чтобы на ней, там, 3000 миль было от силы, там, а то бывает и, там, и 10 миль вообще там. То есть ты будешь ждать сейчас, даже сейчас не будешь ее ждать. Ну, это не то, что показывают американцы. Американцы показывают, что новые машины, вот даже прошлого года, 23-го, не могут продать дилеры, нулевые машины, ну, там, вот, как ты говоришь, может, тест-драйв они делали там, то есть, ну, вокруг объезжали немножко, там, два квартала ездили. Вот, и он ходит, снимает видео, и они стоят просто в полные лоты. И он, знаете, что говорит, чтобы не показывать, что они полные, они берут рядом, снимают, арендуют паркинг-лот у кого-то, и туда перегоняют часть машин, чтобы показать, что у них вроде бы как они неполные. А на самом деле они, у них рядом стоит полный лот, забитый. И вот он обошел с той стороны, говорит, смотрите, они вроде показывают, что у них их мало, а на самом деле они просто перегнали всех соседний лот, и там просто они на головах друг у друга стоят, все забито. Вот что говорит, сейчас платить страховку за машину, уже по 1000 долларов в месяц, такие сейчас расценки. Подняли страховки, подняли вот эту процентную ставку, сами цены на машины поднялись. Кто хочет найти страховку, смотря, я же говорю, какая машина. Ничего не пыть особо, никаких страховок, я не знаю, вряд ли там. Ну, 1000 долларов за машину страховки, ну, что это за машина, если это Бугачки Вейрон какая-нибудь, может быть, да. Если это Феррари, может, какая-то, я думаю, вряд ли 1000 долларов. Да нет, тут 100 долларов. Ну, или это, подожди, не страховка, подожди, страховка может быть там 200-300 долларов в месяц на новую машину. А этот, пеймент, месячный платеж за машину, причем такую, не особо там, хоть там какой-нибудь, Хонду какую-нибудь, ну, такой поприлично, 50 тысяч Хонда, месячная плата будет за нее, около, ну, 750-800 долларов в месяц надо только платить. Это самое... Да нет, 750-1000 долларов в месяц, это можно купить новую машину. Ну, новую, я про новую говорю. То есть, не каждый может сейчас позволить себе купить. Я покупала раньше Infinity, нулевую столу набрала. 250-280 долларов платила. А сейчас уже люди говорят, платят, вот, вот, около 700-800 долларов нам нужно платить. Уже таких цен, как 250-300 долларов, уже нет таких цен. Это, я же говорю, это смотря, кто покупает, кто с чем сталкивается, кто идет на Carfax, кто там не знает, как формируется цена, там, как смотреть, оценивать машину. И многие идут, просто там, например, приходят, говорят, у меня там 0-0 down payment или там, ну, 500 долларов. Ну, хорошо, если там кредит скорый, ему важно, чтобы ему просто продали эту машину. Он даже не смотрит на процентную ставку, что там, у него там 15, там, есть даже... Я, я, если раньше люди отказывались брать, вот, у меня жена, она работала, она финансист на Тилерской. И вот она говорит, что, если раньше брали кредиты люди, типа там, вот, когда ставка рефинансирования там выросла, и они там, вот, к примеру, уже не 4, не 5, да, даже там, то есть, а 7 процентов, это минимум, если я говорю, там, хороший скорый у тебя, и ты там хоть какой-то down payment дал, и там, доход, то есть, ты святой человек, все нормально. Тогда еще тебе могут дать вот 7 процентов. Люди, говорят, когда им предлагали, там, говоришь, вот 7 процентов, и куда бы ты сейчас ни пошел, ты сейчас откажешься от этого, первое, твой скорый упадет, и ты уже пойдешь, тебе уже 7 процентов не дадут. Они идут отказываются от 7 процентов. У них падает кредит скорая, они идут на другую дилерскую, там, им говорят, там, 10-12, они еще раз отказываются, возвращаются за этой машиной, говорят, давайте, хорошо, классно, ты опять их пробиваешь, их скор, там, все, а уже не можешь им дать 7 процентов. Ты говоришь, им уже, там, 15 процентов. Они говорят, ты объясняешь, ты сейчас еще раз вернешься куда-то, у тебя будет уже 20, и человек не хотел брать за 7, вынужден брать за 15. И все, кто когда-то отказался за 7, они все вернулись, потому что выбора нет. Человек должен купить себе машину, если он ее не купит, ему будет плохо зарабатывать деньги, плохо жить, ему нужна машина. Ну да. Все, как вы видите. С любой ценой, то есть он должен брать машину покупать. Байхия, байхия, как угодно. Ну, не знаю, что на шкарпают наличных, там, 2000 долларов идут за наличную, какую-нибудь там консервную банку покупают и едут. Или в Лисбе, вот еще нужен. Американцев 2000 даунпеймент. Никто, у американцев нет денег, это вот наши, какие-то полсоветские пространства, люди могут там что-то насобирать, могут что-то насобирать, могут как-то что-то, что-то насобирать и как-то положить. Но у американцев, я говорю, ты смотришь на вот состояние, то есть, ну, их и не было у американцев, смотришь, думаешь, Леон, тебе 300 баксов нету, что ли? Ну как так? Ну как? 300 долларов нет. Кошмар. Ну так и быть не может, ну так и быть. Иди там мусор, иди поработай, иди просто на любую работу. Ну да. Уберешься. Что хочешь, делай, иди на любую работу, все, ты минимум, ты обеспечен, живем кровом над головой, едой там, и там ты можешь себе там эти 300 заработать. Вот тебе 3 500, из 3 500 возьми, ну пускай-то можно, ну можно в хорошем даже, я бы сказал, более-менее районе, районе там здесь, вот в таких штатах, как Ногайо, там Теннесси, Таралайна, 5, там за 1000 долларов, ну вот я раньше там снимал, лет 5 там назад, я помню, сейчас чуть-чуть говорят подросли, типа аренда подросла, я еще вот успел купить, купить недвижимость там, до кризиса, но у меня получилось как, что получается я платил за жилье 1300 долларов в месяц, просто никуда, я просто платил, 1300 платишь, и все, эти деньги куда-то улетают. И я купил квартиру, теперь я 1300 плачу, там 600 долларов, что-то основного, но я там немного брал, я там 600-100 долларов, по-моему, взял, и там 100-1000 долларов, это у меня платить, вот за квартиру было там, ну там 600 долларов, я плачу просто продолжаю платить 1300 долларов, чтобы выплатить это быстро, ну да, ну побыстрее, короче, плачу в два раза больше, то есть, соответственно, эти деньги, можно сказать, идут ко мне на счет, то есть, я захочу продать квартиру в любой момент, все деньги, которые я выплатил, это дешевле получается, чем арендовать квартиру, ну это в этих штатах. Ну там, ты забыл еще, ее нужно дома досвоили, квартиру свою содержать, в то время, когда ты арендуешь, они сами все ремонтируют за свой счет, а тут тебе нужно самому все, иногда я хочу, ну платить, наверное, H-O-E, если это квартира, да? в месяц, страховку надо оплатить за квартиру, это вот, ну как она? Это стоит того, по крайней мере, у меня там, допустим, я оплачу, То есть, на дополнение к тому, что ты еще 300, ты еще сверху платишь дополнительно, страховку за это жилье ты платишь, да? Ну и если у тебя квартира, то ты платишь Association Fishing, наверное, да? Там страховка, там может в год каких-то долларов, может 200 от силы, ну в сумме, со всем интересом, с H-O-E, там совсем, это где-то будет, ну 800-900 долларов, но это дешевле, чем я плачу аренду, это я плачу 600 долларов, это основного долга, вместе с процентами, и как бы, ну, суть, по крайней мере, я помогал, мне повезло, что ты еще купил вовремя, то есть до того, как цены взвинтились, сейчас бы ты платил бы раза в два, наверное, больше ипотеку, чем то, что ты покупал до кризиса. уже таких. Уже нет таких цен, да? А вот еще, знаешь, вопрос, вот ты работаешь, ну вот машинами занимаетесь продажей, а ты работаешь в русскоязычной какой-то компанией или на американцев? А у нас есть постсоветский союз, украинцы, белорусы, россияне. Ну, то есть вы, кто-то кого-то знает, да, то есть какие-то знакомые, какие-то друзья, друг друга там устраивайтесь как-то, то есть не в американских, не в американских компаниях работаете? Нет, у меня как бы так получилось, как бы, что, ну, нет, если в американских, там, если, как бы, как-то попадет, вот я не знаю, про твою компанию спрашиваю, что ты машины продаешь, ты работаешь, ты работаешь лично, это русскоязычная какая-то компания, ну, то есть хозяин, хозяин, русскоязычный, ну, понятно, что из союза, я не говорю там, кто конкретно, из Москвы, один из Харькова, и один из Гомеля. И все, наверное, евреи, да? Из Беларуси. Да нет, евреи один, вот из Гомеля, Беларусь. А, один все-таки еврей. Без евреев никак не обойдемся. Понятно. Я просто удивилась, мне попадаются, как в рулетке, если с вашего побережья, вот со стороны Атлантики, ну, никто почти английский не знает, ну, вообще, ну, ноль. Я бы сказал так, я говорю по-английски, но дело в том, что, я же говорю, что кто куда попадет, у каждого свое, я общаюсь в сфере автомобильной, и у меня больше, так как я практически говорю каждый день по-русски, все по-русски разговаривают. У нас там и не только, и работники, и сейлс-менеджеры, и продавцы, и механики, там, кто занимается там покраской автомобилей, и кузовной, все говорят по-русски. Ну, вот я и поняла, что у вас там очень большая русско-еврейская комьюнити, что очень многие работают именно с русскоязычными, и, наверное, некоторые и по 10 лет, и по 20, и по 30 лет проживали уже там, и они вот крутятся в этой среде русскоязычной, потому что люди не знают английский, и не знают, что в Америке вообще происходит, то есть живут в своем мире каком-то. Ну, я говорю, что я, я как бы, мой английский мне позволяет, я не чувствую, как бы, барьера там языкового, я могу и в банк прийти поговорить, это базовые вещи, это базовые. Я к тому, что надо сидеть, смотреть американские телевидения и понимать досконально, что они говорят по телевидению, чтобы смотреть американские новости, смотреть, да. Как у меня, я понимаю лучше, чем говорю, именно из-за того, что вот я смотрю больше там, англоязычное телевидение, ну, я не смотрю особо телевизор, но там, Netflix, какое-то кино, если выбираю посмотреть, то выбираю на английском языке смотреть, чтобы лучше вот понимать, потому что здесь диалект, вот моя жена, она закончила инвязь вообще, английский язык, она очень хорошо знает, и итальянский, и как бы, когда она сюда приехала, она вообще ничего не понимала. Говорит, мы там приезжаем на СТО, я ничего не понимаю, но я живу полгода уже в Америке, она только приехала, я английский не говорю, но я уже вот этот язык реднеков, когда они там жирают, ну, это далеко не английский язык, это такой, ну, диалект американского, она тоже не понимала, и она даже с ее уровня в английского, она боялась идти вот работать, в общении с людьми, там, допустим, куда-то в продаже, она боялась, говорит, иногда когда черный звонит, или там, американец какой-то реднек, я, говорит, я вообще не понимаю, что они говорят, просто вообще не понимаю. А она сейчас в финансах работает, да, твоя жена, она сейчас в финансах работает? она финансист. А что, пришлось приучиваться, какие-то курсы брать, или идти вообще учиться, или что она, как она стала? как бы, как бы, получилось так, что, на этой дилерской, куда она попала, вот, работать сначала, сейлс, ну, то есть, в продаже автомобиля, она, как бы, там был один финансист, и его там тоже еврей, и он никому не давал себя заменять. Моя жена профессия бывшая, ну, она, как бы, давно, давно в таком служащем персонале работала, хорошо знает, пять видов типов самолета до этого, вот, пять лет работала, ну, она хороший, хороший работник, хорошо быстро схватывает на лету, хорошо соображает. И, как бы, она, в принципе, научилась сирванию сама, она просто смотрела, как это делает финансист, что он делает, какие документы там заполняет, что потом просто случилось так, что не было финансиста, и она предложила, как бы, она говорит, я знаю, как профинансировать, в принципе, нужно уметь пользоваться программой, там особо, там наводов не надо. Здесь, вот, в Америке, что хорошо, мне нравится, что тебе не надо, твой диплом тут никто, тем, ну, расскажу такую предысторию просто. У меня друг устраивался, там, в Procter & Gamble работать, и у него американское образование, и то, он был не уверен, что его возьмут в Procter & Gamble, там, в сферу рекламы, там, закупка рекламы, короче, и вот он говорит, я пришел на собеседование, там, дополнил, кого я, говорит, только там не увидел, там, познакомился с русскоговорящим, говорит, парнем, он пришел, я говорю, а где ты работал перед этим? Он говорит, на стройке. Он говорит, ты что, думаешь, себя возьмут? Он говорит, ну, не возьмут, так не возьмут, ну, а что? И, говорит, охренел, когда, говорит, я его встретил, меня взяли, но у меня там опыт работы с конкурентами, там, Проктер и Гэмббл. Говорит, и этого чувака взяли. То есть шанс, по сути, не важно, что ты умеешь, какую пользу ты несешь. Если твой мозг соображает, если ты умеешь работать. Я думаю, что американцы обычно замечают такое. Они устраивались на какую-то низкооплачиваемую работу. Закупка рекламы, это скорее всего, что не рекламный буклет, их отдельно раздавали там где-то по помещениям. Потому что такой бред, он тебе мог рассказать, потому что, если ты не в курсе, на такие позиции берут не то, что с диплома, а надо, чтобы подработать было ого-го, и еще с английским. А если взяли со стройки мужика с рекламой возиться, это он там буквально разносил какие-нибудь листовки рекламные. Вот это вся его работа была. Это человек хорошо зарабатывает, 10 долларов точно зарабатывает на этой должности. Слушай, я тебе таких сказок могу рассказать сколько угодно. Это полный бред, то что они тебе на уши вешают, а ты в это веришь. Ну вот эти, которые со стройки. Он продает какую-то рекламу. Нет, не он со стройки. Этот парень потом ушел. Я говорю, что парень, который, это мой друг, который с американским образованием и с опытом работы в сфере закупки рекламы для предприятия. Да, его могли взять. А тот, который со стройки, чтобы его взяли на ту же позицию, что этот, я сомневаюсь. Нет, они попали в один отдел и начинали в одном и том же отделе. В этом-то и прикол, что человек с американским образованием, с опытом работы попадает на тот же самый уровень в отдел. То есть им дают и тому, и тому дают нулевую отправную точку. Как ты себя проявишь? Это я согласна. Я просто поняла, что наоборот, что тот парень, который на стройке работал, он сразу стал как бы на уровень того с дипломом, на более высокий уровень. А если то, что они оба с нуля начали работать, то я согласна. Насчет того, что твою жену взяли финансистом, это потому, что это русскоязычная комьюнити с еврейскими там манцами, поэтому и взяли. В американской компании вряд ли бы так просто вот ее приткнули бы. А то, что она там работала каким-то администратором и выучила программу, по знакомству сразу, видимо, взяли туда администратором. А знакомая, кто работает финансистами в американской компании и таким же способом, то есть они не учились на финансиста. Ну это не финансист. Это она секретарь. Наверное, этот администратор с какой-нибудь просто функцией пробивать по программе этот самый, как финансирование делать. Ну это не финансист. То есть и зарплата там, наверное, сколько у нее зарплата в час? Долларов 15-20? Ее нет зарплаты в час на финансирование. Это процент. Процент от финансирования. То есть насколько машина финансировала, у нее процентная ставка. Там хорошая зарплата. Сегодня ты нафинансировал, а завтра не нафинансировал, да? Ну евреи, понятно, они не хотят платить ставку только от продаж, да? От продаж. Нет, это не от продаж. Именно от того, как финансируется человек, какой он покупает деп там, покупает какую страховку. Ну там у них по-другому, но должность ее называется финанс менеджер. Она платит с этого налоги. Это работа официальная. И я могу сказать, что я еще раз говорю, это не первый финансист в моей жизни, на дилерских, которого нет образования, а именно финансистов. Ну у них есть компании для русских, это понятно. Я тебе говорю, что в американской компании, и то, что она не на ставки, а на комиссионных, это тоже говорит о многом. То есть это совсем другая категория. Если бы ты был именно финансистом на зарплате, а не на процентах, не на комиссионных, то тебе бы потребовали там все какие-нибудь нужные документы. У меня девочка, которая здесь есть финансист, она СПА заканчивала, университет заканчивала, и потом на СПА еще сдавала все эти лайсенсы, экзамены и так далее. То есть не просто ты встал сразу в компании, в крупной, на зарплату финансиста. Ну я понимаю, но хорошо. Есть разные. Она тоже на дилерских финансистах. Но она в компаниях, в американских компаниях финансистом работает, в отделах. Ну там не надо ей продавать машины, и от этого процент какой-то комиссионный получать. У нее стабильная зарплата, которая на контракт подписывает на год, у нее бонусы еще там в конце года, отпускные, страховки, вся вот эта вот фигня. И на человек пришлось ей учиться конкретно получать образование, и еще на СПА сдавать экзамены все, чтобы лицензии получить. А не просто я пришла... Что она финансирует машины? Она не финансирует машины. Она делает финансовые отчеты компании. Что делает моя жена? Финансовые отчеты компании она делает. Крупная корпорация. А теперь, пускай твоя жена с этого деларшипа, с еврейского, пойдет в крупную какую-нибудь госпиталь, устроится в финансовом отделе финансиста. Без образования, без декома, без лицензии. Вот я посмотрю. Ну в общем, мне как бы стало все понятно. Я поняла. То есть вы там живете в этой еврейской и русской комьюнити. У вас там все свои рука руку моют, вы все между собой общаетесь, свои знакомые берут других знакомых. Казахская, русская, украинская, белорусская, весь постсоветский союз. Ну да, ну да. То есть у вас там друг с другом, да. То есть вы с американцами дела не имеете практически в плане работы, да. Может там клиенты какие-то, но между собой у вас там вот эта вот русская тусовка. Это вот характерно вашему побережью, потому что у вас там Нью-Йорк, и был этот вот, кто там, Брайтон-Бич, русский магазин, это еврейские магазины, еврейская комьюнити. И оттуда потихоньку вы расстелились там по побережью. То есть там Филадельфия, Нью-Джорси, Ахая, вот эта вот вся тусовка. Я когда попадаю в рулетки, 99% я попадаю на вот такого вот русскоязычного человека с вот такой вот комьюнити постсоветского союза. Практически никого на восточном побережье, чтобы они общались с американцами и жили в каком-то американском обществе, работали в американской компании, нет. Даже если человек 30 лет прожил, и он с Нью-Джорси, 100% он будет работать с русскоязычной какой-то компанией. То есть как таково, он даже не знает, что в самой Америке происходит. Он не знает американские новости, он не знает американские какие-то события, какие в стране происходят. Потому что человек живет в русскоязычной среде, общается только с русскоязычными. И потом остальное время он сидит в чат-рулетке русскоязычной. И у него спросишь, что-нибудь по-английски, он английский не знает, и что происходит. Я говорю, а вот у вас там такая-то там забастовка, я не слышал. А у вас там поезд сошел, я не слышал. А у вас там машины перевернулись, я не слышал. А у вас там убили того-то, того-то на днях, я не слышал. У вас только что школу там убили в школе 20 человек, я не слышал. Он ничего не слышал. Вот это вот такие у вас там американцы живут на вашем побережье. Которые ничего не знают, что происходит в Америке. Но он знает все, что происходит на Украине и в России. Ну, может быть. Так а что ему еще делать? Ну, ладно. Ты мне просто подтвердил мое мнение. Ты уже десятый человек, который попадается мне в таком же духе. Я просто поняла, что у вас там своя какая-то тусовка, тусняв, в которой вы там все варитесь. И у вас одинаковая там, как бы, ну, нарратив одинаковый. То есть все примерно говорят то же самое. Прикольно. Ты мне просто подтвердил мое, как бы, ну, то, что я создала впечатление. А вот в вашем побережье. Так оно, как бы, и осталось. Еще там Чикаго туда еще относится. Вот к вашей тусне. Там тоже огромная там русскоязычная украинская тусовка. Там они точно так же живут. Они ничего не знают, что в мире происходит. Они только живут в своем, как бы, кругу. Вот. Но все равно было интересно послушать. Спасибо за твой разговор. Доезжай там, нормально доедь, чтобы без происшествий тоже темно становится на дороге. Все, спасибо большое. Удачи. Да, тебе всего доброго. Думаю, тебя немножко так отвлекло, чтобы не скучно было ехать. Все, давай, пока-пока. Ну, народ, вы поняли, да? То есть, вот я теперь понимаю, почему Бабичев сидит в этой рулетке. Значит, я собираюсь на днях сделать видео, разбор беседы Бабичева с украинским блогером. И этот украинский блогер просто выставил Бабичева полностью некомпетентным в плане Америки. Во-первых, он не знал английского. Тот ему задал слово. Я потом... Посмотрим, какое слово задал ему, да? Но не задал, а спросил, что значит это слово по-английски. Он не знал. Потом до этого какое-то событие спросил. А там вот у вас там с Трампом? С Трампом кто-то, кто-то, кто-то. Я не слышал. Потом следующее интервью Бабичева проходит с кем-то. Тот говорит... А, Бабичев такой говорит... У нас, оказывается, в Техасе такой ужас. Там на границе такое происходит. А я даже об этом не знал. Ну, что-то у них там Нью-Йорк уже завалили этими мигрантами. Автобусами завозят. Школы уже выдали мигрантам под жилье. Выгнали оттуда учеников. Учеников отправили на дистанционное обучение. Заселили туда мигрантами. Все отели вот по этому побережью, включая, аж до Чикаго, все заселены мигрантами. И он такой первый раз услышал об этом. Говорит, как? А я не слышал. Оказывается, там такое творится. Вот. То есть вот подтверждение. Человек живет. Жена финансистка. Я там продаю машины. И все выясняется. Этот продает машины в дилершипе, у которого, у дилера, у которого один еврей и два русскоязычных хозяина. Персонал весь русскоязычный. Продавцы русскоязычные. Техники русскоязычные. И жена, которую пристроили, видимо, же по знакомству туда. Она там работала офис-менеджером типа того. А потом начала, выучила программу, как одобрение посылать в банк на кредитный, ну, на одобрение на покупку машины. Вот. И тоже я говорю, а вот там цены. Я не знаю. Ну, может, жена ходит у него в магазин. Может, он сам по этому не ходит. Но ты же должен, ты живешь в стране. Неужели ты новости не смотришь? То есть, ну, хорошо, может, в твоей конкретной ситуации ты этого не видишь, потому что ты работаешь на дилерсках, где продают подержанные машины, которые он закупает с аукциона. А подумать о том, почему эти машины на аукционах, и почему их стало столько много на аукционах, что это банки забирают эти машины у людей, которые не могут платить. Он даже не может. Единственное, что про этих дальнобойщиков он правильно сказал, хотя бы что-то у него отложилось, если какие-то есть у него знакомые, которые он сказал, что уже начали дома там забирать, или попережали в другие штаты, или приезжают, сдают свои шикарные машины и садятся на какие-то там дешевые, уезжают. Ну, хотя бы у него беседы, хотя бы там 10% у него какое-то осознание есть, что что-то как бы... Остальное вот он как и бабичево, они будут жить и 50 лет, знаете, как вот лягушка в какой-то своей банке сидит, они не видят, что там вокруг, да, там уже костер под низом разожгли, а они как лягушки сидят и такие, да, что, вода просто чуть теплее стала, все как бы нормально, да. То есть люди, ну, для этого надо знать английский, чтобы смотреть новости американские, чтобы читать какие-то там, ну, в соцсетях вот в том же Твиттере находиться, в Твиттере всегда последние самые новости. Нужно очень хорошее иметь английский, чтобы ты понимал не 60% с того, что там говорится, а 99.9% ты понимаешь. Ты, может, говоришь с акцентом, но ты понимаешь практически 100% с того, что говорится, вот. И если у тебя нет такого вот понимания именно высокого уровня, то ты не будешь сидеть и себя заставлять слушать эти новости, понимаете. То есть если я еду в машине, я включаю сразу же какие-нибудь видео с Такером Карлсоном или Алексом Джонсом или какие-нибудь там Fox News, и я еду их слушаю. У меня нет разницы, русские слышат новости или американские. Американские мне интереснее, потому что часто, ну, финансисты рассказывают, там, ну, там рынок акций сегодня такой-то, там золото растет в цене, серебро там падает, ценник, а вот это такая-то, такая-то. Мне интересно по поводу инвестиций с ними поговорить, заработанные деньги двигать. Куда? Там или рынок недвижимости будет падать, или там ставки будут подниматься или уменьшаться, продавайте недвижимость, или покупайте недвижимость. То есть я все время вот такие новости слушаю, мне интересно знать, куда вкладывать бабло. Вот. А вот это будут сидеть на работе, они работают с русскими, домой они приходят, разговаривают с русскими, потому что у них русские жены. Дети у таких вот семей не говорят на английском, аж до самой школы, потому что в семье только на русском разговаривают, дети английского не знают. Вот. И потом телевизор, они смотрят русскоязычных, у них каналы 100% есть русскоязычные, на которые они подписаны. Вот. И потом они еще в свободное время выходят в рулетку разговаривают с русскоязычными. Потом он себя себя там в креслах наглым видом и говорят, мы американцы, в Америке все круто. Потому что они даже не знают, что страна будет у них рушиться, завтра война уже, в половине штатов. И они просто говорят, да нет, ничего не изменилось. Вот 10 лет живу, как вот было вчера, так и сегодня. Яйца были вчера по 2 доллара, сегодня по 8 долларов. А что, яйца повысились? Или там, это, дома были по 200 тысяч, сегодня по 500. А что, дома повысились? Люди, налоги, страховки поподнимались, они делают вешение, ничего не в курсе. Вот, вот. И вот это вот русское комьюнити, когда они 30 лет живут в США, но то же самое, что если бы он был где-нибудь в Азербайджане или там в Таджикистане, и не выходил бы оттуда. Разницы никакой. Они вот как жили там своим, там русские есть магазины, ну, все евреи обычно держат такие магазины. Там есть русские магазины, где можно купить продукты, есть русские рестораны, есть русские там всякие маникюры, педикюры, русские массажи. Эти люди никогда не выучат английский, никогда не будут знать этот язык, для того, чтобы понимать страну, в которой ты живешь, ну, на уровне жителя практически и гражданина. То есть, они как были иммигрантами 30 лет назад, они никогда не интегрировались в общество и не интегрируются. Этот бабичек, поэтому он не смешен своим, то, что он там пыжится и напыживается, на самом деле, это он напыживается на фоне людей, которые вообще ничего про Америку не знают и не жили там, то он может и для них пыжиться. А для таких, как я, ну, он просто смешон, натуральное, натуральное смешное чудо, которое ничего себе не представляет, оно еще, ты со мной не связываешься, я там, ты, 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 слышишь? Кто ты, Бабичев? Кто ты? Кто там ты? Строитель, шофер, зафос, который английского языка не знает. И кто я? Успешная женщина-миллионер же. Господи, смешные какие-то. Ну, все, ребята, пока. Всем до связи. Субтитры сделал DimaTorzok